И снова всем привет, с вами канал Android Software. Сегодня у меня на обзоре будет аккумуляторная отвертка для точечных работ от компании Xiaomi, выпущенной суббрендом Mijia. Модель, о которой пойдет речь, не новинка, но я приобрел ее только сейчас. Полное ее название звучит как-то так. Xiaomi Mijia Electric Precision Screwdriver. Данная электроотвертка призвана облегчить работу по разборке и сборке мелкой электроники, позволяя при этом выбрать направление вращения и настроить крутящий момент. Набор состоит из отвертки и 24 бит с хвостовиком H4, 6 из которых удлиненные. Итак, поставляется устройство в компактной и минималистичной коробке белого цвета. На лицевой стороне изображено то, что нас ждет внутри, а именно отвертка с набором бит и кейсом. С тыльной стороны указаны краткие характеристики, контактная информация и список комплектных сменных наконечников или по-другому бит. Давайте откроем коробку и достанем все ее содержимое. Итак, тут у нас есть инструкция, полностью на китайском языке. Также присутствует кабель для зарядки устройства с USB-A на USB Type-C. Ну и конечно же кейс для хранения с отверткой и битами внутри. Кейс выполнен из металла и покрыт серебристой краской. На лицевой стороне расположен логотип Mijia. С обратной стороны указаны краткие характеристики, а именно модель устройства, обороты и объем аккумулятора. Размеры кейса следующие. Ширина 74,5 мм, толщина 25,5 мм, а высота 202 мм. Полный вес всего набора примерно 370 грамм. Сверху и снизу кейса имеются пластиковые элементы. Пластиковый элемент сверху – это часть самого пенала, который нехитрым способом можно достать, если легким движением руки на него нажать. Оставшийся пластиковый элемент в нижней части кейса – это ответная часть механизма замка фиксации пенала. Давайте достанем из кейса сам пенал с его содержимым. Пенал выполнен из пластика. В нем уместилось 24 сменных наконечника. И сама рукоять электрической отвертки. Сменные наконечники в пенале держатся на магнитах, а рукоять на защелках. Мощности магнитов хватает, чтобы удерживать наконечники на своих местах, даже если перевернуть пенал и хорошо им потрясти. В нижней части пенала расположен намагничиватель наконечников. Для намагничивания достаточно поднести наконечник в указанное место и подождать 5 секунд. Теперь давайте достанем из кейса и рассмотрим саму отвертку. Ее размеры следующие. Длина 160 мм. Ширина 16,5 мм. Вес примерно 60 грамм. Рукоять имеет прямую форму. В руке ощущается как маркер. Корпус выполнен из алюминия с анодированным покрытием. Из основных элементов управления это кнопки R и L, выполненные из материала, чем-то напоминающие софт-тач. L вращает влево, R вращает вправо. А по стилю они чем-то напоминают качельку кромкости, как на смартфоне. По всей нижней части нанесена довольно глубокая насечка, которая помогает удерживать корпус отвертки при работе. При этом отвертку держать вполне удобно. Насечка препятствует прокручиванию инструмента в руках. В носике отвертки находится шестигранный хекс-патрон на 4 мм. Выполнен из металла. Внутри имеется магнит для удержания наконечников. Биты держит хорошо, они не выпадают. Скорость вращения тут одна, это 170 оборотов в минуту. Имеется биение патрона, но это вообще не критично и не стоит на это обращать внимание. Также у отвертки отсутствует инерция. То есть как только вы отпускаете кнопку, вращения прекращаются сразу, а это плюс. На верхней части отвертки имеется переключатель режимов крутящего момента. Среднее положение выключено. Два крайних положения, две ступени крутящего момента, слабый и сильный режим. Максимальный уровень крутящего момента заявлен 0,2 ньютон метра. Для слабого режима крутящий момент составляет 0,05 ньютон метра. Голыми пальцами остановить вращающуюся биту практически невозможно. Переключаются режимы четко. Разница между первым и третьим положением есть. При превышении предельного крутящего момента отвертка стопорится. Крутящий момент подходит для разборки, сборки мелкого оборудования, например ноутбуков, телефонов, камер и прочей мелкой техники. Также производителям заявлено, что можно пользоваться отверткой как обычной. То есть если винт сильно затянут, его можно ослабить по старинке, вручную. В верхней части с торца расположено гнездо USB Type-C для зарядки устройства. Тут же расположился маленький светодиод, который при зарядке горит красным, а когда она закончилась, загорается белым. Внутри устройства установлен мотор с металлическим редуктором. Это несомненно большой плюс. Питающийся от литиполимерного аккумулятора емкостью 350 мАч. Время зарядки от 0 до 100% составляет примерно 3 часа. Производитель заявляет, что на одном заряде можно открутить или закрутить 400 винтов. Опять же, все зависит от того, как и какие винты вы будете откручивать или закручивать. В комплекте вместе с электрической рукоятью идут 24 сменных наконечника из легированной стали S2 с антикоррозийным покрытием. Причем 6 из них удлиненных и 18 стандартных. Удлиненные наконечники имеют длину 45 мм. А стандартные наконечники 28 мм. Биты в кейсе разделены на 4 группы. По 6 бит в каждом ряду. Не сказал бы, что в наборе есть биты на все случаи жизни. Но так их тут не такое большое количество. Но производитель постарался подобрать довольно ходовые типоразмеры. Поэтому при бытовом использовании без фанатизма обращаться к битам из других наборов потребность возникает редко. Для большинства моих задач мощности хватает за глаза. Если какой-то винт не идет сразу, то достаточно при блокированном вале провернуть его буквально на пол оборота. Малым режимом мощности я практически не пользовался. Перед выбором нужно ясно себе представлять, для какого вида работ вы покупаете данный инструмент. Если закручивать саморезы, однозначно это не ваш выбор. Эта маленькая компактная и удобная электроотвертка хорошо подходит в ремонтных работах для автоматизации процессора сборки и сборки электронных устройств. Особенно если их много, будь то смартфоны, ноутбуки и прочие гаджеты. Существенный плюс перед обыкновенной отверткой в том, что электроотвертка закручивает постоянно с одним и тем же усилием. Что избавляет от риска перекрутить винт при обычном ручном закручивании. К минусам отнесу лишь отсутствие подсветки и небольшое биение биты. Хотя последнее относится скорее к эстетической стороне, поскольку на работе никак не сказывается. В целом я полностью остался доволен данным инструментом. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Если данное видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк. А также не забудьте подписаться на мои каналы на YouTube и Андекс.Зен, ВКонтакте, Рутуб и Телеграм. А я на этом с вами прощаюсь и всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok